Рогозин заявил, что замечаний по запуску спутника Нет. 25 февраля 2019 года ТАСС Рогозин заявил, что замечаний по запуску спутника Нет. Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин Источник изображения Сергей Савастьянов, ТАСС-глава Роскосмоса также выразил надежду на то, что следующие пуски ракет-союз из-за ситуации С Переносить не будут Москва, 22 февраля Слежь ТАСС-слежь Роскосмос не создавал отдельную комиссию по запуску египетского спутника Пуск которого был осуществлен 21 февраля с космодрома Байконур, сообщил в пятницу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин Никакой комиссии мы по египетскому спутнику не создавали У нас есть две госкомиссии Одна отвечает за пилотируемые пуски Вторая за запуски автоматических космических аппаратов Комиссия всегда рассматривает замечания, которые возникают при подготовке к пуску Замечания, которые у нас вчера были рассмотрены Там все понятно, никакой критической ситуации здесь нет, сказал Рогозин Он также отметил, что следующие запуски ракет-носителей Союз Скорее всего, не будут переноситься из-за ситуации при пуске Я надеюсь, что последующие пуски, в том числе и с Куру, съезжать никуда не будут По крайней мере, информация, которая дошла до наших партнеров, была искажена некоторыми недобросовестными вашими коллегами У нас такой информации нет, пуск штатный и успешный, сказал Рогозин Спутник «Эджипт-Цатей» был запущен на ракете «Союз-2.1б» в четверг с космодрома Байконур Во время выведения космического аппарата возникла нештатная ситуация Как сообщил ТАС-источник в ракетно-космической отрасли, переги орбиты спутника был ниже на 60 километров после работы третьей ступени ракеты-носителя Однако разгонному блоку фрегат удалось парировать отклонение Позже в Роскосмосе отметили, что спутник был принят на управление египетской стороной Аппарат изготовлен в интересах Египетского национального агентства по дистанционному зондированию Земли и должен заменить спутник российского производства «Эджипт-Цатей» 2. Связь с которым прервалась в апреле 2015 года В мае 2016 года РКК «Энергия» сообщила, что приступила к созданию аппарата за счет страхового покрытия из-за потерянный спутник Новый египетский космический аппарат «Эджипт-Цатей» получил усовершенствованную аптеко-электронную систему и бортовой комплекс управления, высокоскоростную бортовую радиолинию и модернизированные солнечные батареи При этом доля российских комплектующих «Эджипт-Цатей» будет существенно выше, чем «Эджипт-Цатей» 2. В частности, на спутнике будут установлены отечественные передатчики «Экс» диапазона, прошедшие апробацию на Международной космической станции 22 февраля 2019 года право на данный материал принадлежат ТАСС Материал размещен правообладателем в открытом доступе